В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены Говкриксрата и оба императора. На совете, в противность мнению стариков, Кутузова и князя Шварценберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием сегодняшнего победоносного для партии молодых военного совета. Голосами длителей, советовавших ожидать еще чего-то, не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем толковалось в Совете, будущее сражение и, без сомнения, победа, казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место. Войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело. Стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до малейших подробностей известен австрийскому генералу Веротеру, руководившему войсками. Как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом. До малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность, ибо Напарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал. Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из Совета, усталый, измученный, но оживленный и гордый, одержанный победой. Князь Андрей представил покровительство моим офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал Борису. И, очевидно, не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею. Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Однако, мой милый, говорил натрывочно и оживленно, я должен признать свою вину перед австрийцами, и в особенности перед Вейротором. Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей? Нет, мой милый, выгоднее тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростью. Чего же вы хотите еще? Так наступление окончательно решено, сказал Болконский. И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буанапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору? Долгоруков улыбнулся значительно. Вот как. Что же он пишет, спросил Болконский. Что он может писать? Традиидира и тому подобное. Все только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках. Это верно. Но что забавнее всего, сказал он вдруг добродушно, засмеявшись, это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ. Ежели не консулу, само собой разумеется, не императору, то генералу Буанапарту, как мне казалось. Но между тем, чтобы не признавать императором и тем, чтобы называть генералом Буанапарты, есть разница, сказал Болконский. В том-то и дело. Смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. Вы знаете Билибина? Он очень умный человек. Он предлагал адресовать узурпатору и врагу человеческого рода. Долгоруков весело захохотал. Не более того, заметил Болконский. Но все-таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный, и умный человек. Как же? Главе французского правительства. «Achef du gouvernement français», серьезный и с удовольствием сказал князь Долгоруков. Не правда ли, что хорошо? Хорошо. Но очень не понравится ему, заметил Болконский. О, и очень. Мой брат знает его. Он не раз обедал у него у теперешнего императора в Париже. И говорил мне, что он не видел более утонченного и хитрого дипломата. Знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства. Вы знаете его анекдоты с графом Марковым? Только один граф Марков умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть. И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова. И как Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта. «Шарман», – сказал Болконский. «Ну вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли, что…» Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору. «Ах, какая досада», – сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. «Вы знаете, я очень рад сделать все, что от меня зависит и для вас, и для этого милого молодого человека». Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. Но вы видите, до другого раза. «Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькую, покорную и ничтожной частью. «Они вышли в коридор вслед за Долгоруковым и встретили выходившего из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков, невысокого человека в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой, выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему Долгорукому, и пристально холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого. В лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора. Кто это, спросил Борис? Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторичский. Вот эти люди, сказал Балконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время, как они выходили из дворца, вот эти люди решают судьбы народов. На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого Старлицкого сражения побывать ни у Балконского, ни у Долгорукого, и оставался еще на время в Измайловском полку. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok